Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам расскажу немножко, как улетела моя сестренка из Туниса в Турцию и нужна ли была справка от коронавируса. Если вам это интересно, то смотрите это видео до конца. Хотелось бы немножко сказать, что я сама из Казахстана, из Алматы. И вот ко мне в гости прилетела моя сестренка из Казахстана в Тунис. У нас нет прямых рейсов, поэтому мы вынуждены лететь транзитом через Турцию. Авиакомпания Turkish Airlines. И вот моя сестренка прилетела ко мне 6 марта. И через 3 недели начался жесткий карантин во всем мире. Тунис был не исключение. У нас тоже был свой карантин. И я снимала об этом подробное видео, как у нас проходила ситуация в Тунисе. У моей сестренки было несколько попыток улететь. Первая попытка у нее была улететь из Туниса в Турцию 15 июня. Вторая попытка была 2 июля. И вот наконец-таки на третий раз у нее получилось вылететь из Туниса. Первый раз она планировала лететь через компанию Tunis Air. Билет уже был куплен. Но потом пришла смс-ка о том, что билет отменен, рейса не будет. Теперь у нас получается второй билет был на 2 июля. И к большому моему счастью было то, что я позвонила в офис Турки Шейлайнска, который находится у нас в столице в Тунисе. И девочки все там отлично говорят на английском, поэтому я смогла легко с ними излагаться. Они мне сказали, что 2 июля рейса нет, хотя у нас билет куплен вот на 2 число. И она сказала, что первый рейс будет 5 июля, но самолет уже полон. Поэтому если вы хотите вылететь из Туниса, то бронируйте на 9 число. Это будет второй рейс. И девочка оператора, она мне сказала, что возможно после 9 числа вообще не будет никаких рейсов из Туниса в Турцию. Так оно и оказалось. Я проверила сайт Турки Шейлайнса, и к моему удивлению было то, что это оказалось правдой. В продаже нет никаких билетов, нет никаких рейсов. Начинаются рейсы все с 1 августа. И там уже, к моему удивлению, все рейсы идут ежедневно. Хотя сейчас вылеты были всего лишь 1 раз в неделю. 5 числа я просматривала весь самолет, вылетел из Туниса он, приземлился ли он в Стамбул. Я это все отслеживала через онлайн-интернет, через онлайн-аэропорты, и еще через флайт-трекер. Это было очень удобно. И в конечном итоге, 5 июля был первый рейс из Туниса в Турцию. Он был благополучно приземлен, самолет. И я была уже уверена, что 9 числа моя сестренка 100% улетит. И это оказалось правдой. Нам сказали, что вы должны приехать в аэропорт за 4 часа до вылета. Так как мы живем в городе Сфакс, нам необходимо 3,5-4 часа, чтобы добраться с нашего города в столицу. Она это тоже сделала, сама самостоятельно доехала. Мы ее даже не провожали. У нас, как и у всех людей, наверное, был один только вопрос. Нужна ли справка от коронавируса? Здесь, а в Тунисе, в Картаже, спросят ли ее или нет, посадят ли на рейс вообще. Справка не понадобилась. Хотя в офисе, только шейлайнца, мне девочки сказали, что да, справка нужна. И в Тунисе нужна, и в Турции нужна, и в Казахстане эта справка нужна. На самом деле, никакую справку вообще не спрашивали. И получается, по прилету в Турцию, как пишут в интернете, то, что будут тоже проводить экспресс-тесты. Экспресс-тестов не было. Если только вы сами желаете, то вы можете сделать экспресс-тест. О том, что нужно сидеть дома на карантине, тоже в Турции этого не говорили. И есть еще маленький такой нюанс, то, что сейчас в Казахстане очень сильно бушует этот вирус, и поэтому Турция закрыла въезд для казахстанцев на 2 недели. И мы очень, знаете, боялись, переживали то, что впустят вообще Ли Элу на территории Турции. Потому что она гражданка Казахстана, и с Тунисом тоже у них сейчас не очень отношения. Потому что Тунис внес Турцию в красную зону по коронавирусу. Мы очень, знаете, думали, переживали все вот эти нюансы, но оказалось, что это намного легче, намного проще, то, что без каких-либо проблем она из Туниса долетела до Стамбула. Потом со Стамбула у нее был еще вылет в Измир, в пригород Измира. И все прошло просто на ура, все отлично, никто не придирался, никаких справок, никаких тестов. Всем привет! 9 числа вылетела из Туниса. Как говорили, то, что строжайшие будут условия, все это неправда. Единственное, измерили только температуру. Никаких тестов, ничего не делали. Просто смирили температуру, побрызгали спреем паспорт и пропустили спокойно в самолет. Никаких документов, ничего не требуется. Также в Стамбуле то же самое. Прилетела в Стамбул, то есть просто померили температуру, никаких справок, никаких тестов от коронавируса, ничего не требуется. Единственное условие – держать дистанцию, чтобы маска была вот так вот полностью у нас закрыта. надеюсь, что вам эта информация очень сильно пригодится, то, что вы немножко себя вот так вот успокоите, то, что полет пройдет хорошо. Еще хотела бы сказать, что если вы хотите более развернутую информацию получить о том, как будет проходить у вас полет, то я вам советую зайти на сайт Turkish Airlines и почитать абсолютно все. У них все правила, все написано. Они пишут о том, что у них идет смена воздуха в самолете. Это правда. Элла говорила, что они включали какую-то штуку, которая очищала воздух. Также написано на сайте, что если полет у вас идет менее двух часов, то вас кормить не будут, будут предлагать только воду. Это правда. Этот рейс из Туниса в Стамбул у них проходил примерно три часа, поэтому им предложили ланчбоксы, где был сэндвич, где была вода, сок. В общем, ну немножко покормили в самолете, хотя вообще в Туркешейлайнсе они очень хорошо кормят, мне очень нравится их еда, очень вкусная. Поэтому немножко сейчас поменялись условия в плане еды и служивания. Все стюардессы в масках, от вас тоже будут требовать, чтобы вы были в масках. Люди ходят без перчаток. Элла говорит то, что даже в самом аэропорту очень много людей было в масках и очень много людей было без масок. И были такие люди, которые там с ног до головы вот так вот себя обшикивали антибактериальным средством. Поэтому у каждого человека свой подход к этой ситуации, поэтому вы не бойтесь, летайте. Думаю, что все у вас будет хорошо. Надеюсь, вам это видео помогло и вы взяли для себя какую-то новую полезную информацию. Если у вас есть друзья либо родственники, которые тоже будут лететь в ближайшее время, то поделитесь с ним этим видео, чтобы они знали, что не надо никаких справок от коронавируса, чтобы они не боялись лететь через Турцию. Всем я вам желаю хорошего настроения, крепкого здоровья и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok